Артур, в этом году вы провели бой с Каллумом Джонсоном. Наверное, было неожиданно с того, что когда упали в нотдаун, что это было? Может соперники не оценили? Какого он уровня был? Как вы подготовились к этому бою? Он хороший боксер. Без поражения сошел. 17 боев, 17 побед. Такой бьющий, хороший. Непростой парень был. Никого не волнует то, что у него было. До этого 17 боев ни разу он не был ни в нокдауне, не проигрывал в бой. Это никого не волнует. Всех волнует. Это была моя ошибка. Я изначально полез с ним драться. Так получилось. Я допустил эту ошибку. Когда я уже начал с ним боксировать, это пошло. Вроде получше все. Как вы цените своего соперника? Он тяжелый или случайный удар? Это и ошибка, и дополнительный плюс для меня. Когда я защищался, у меня даже рука здесь была. Удар прошел спереди. У меня рука на месте была. Удар прошел отсюда. Поэтому надо лучше защите уделить внимание, я считаю. У вас пока в этом году был один бой. Вы довольны тем, как вам назначают бои? Как выбирают соперников? Я надеюсь, что сейчас уже почаще у меня будут бои. Потому что мне, например, в феврале предлагают бой. Если мы по контракту договоримся, то в феврале будет бой тоже. А с кем? Джо Смитом или с кем-то еще? Видно будет, кто будет. Пока Джо Смит, там еще может кто-то другой будет, кто знает. По бою, по сопернику, по месту, где будет, не определились. А вот поясните ту историю, которая произошла буквально накануне Дмитрия Билова боя. Ведь он договорился со Смитом. Тут появилось предложение от вашей команды. В итоге оказалось, что вы не успеете подготовиться. Как какая-то такая сметица произошла? От нашей команды никакого предложения не было. Я не уникал деталей. Я не в курсе, что там происходило. Дмитрий просто мне сказал, что появилось предложение от команды, ваш промоутер. И вот в результате у него соперник ушел. Не правда. Это не правда. Я такого даже не слышал. Значит, следующий бой ориентировочный в феврале. И вот кроме Джо Смита какие-то варианты еще есть? А есть вариант с объединительным боем? Все возможно. Мы открыты. Я открыт к этому тоже. А видели последние бои Чуденский и Бивола, и Гвоздика? Нет. А кого вы считаете сейчас чемпионом действующих наиболее опасных? Это чемпионом мира по боксу. Все опасные, я думаю. Ну, поскольку вы продолжаете жизнь готовить в Канаде, да? Ну, вы с Саффи Стивенсоном лично знакомы? Да, я с готовностью. Ну, как бы, не знаю, вы переживаете за то, что не получилось после боя? Конечно. Как нельзя переживать? У человека там четверо детей. Как не переживать? Мы же прежде всего люди. Мы же должны, у нас же есть чувство сострадания там. А лично знакомы со Стивенсом, с другими вот боксерами, которые в топе вашей весовой категории находятся? С Жаном Паскалем я знаком, Элейдером я знаком, Альваресом. Да, вот с ними так знаком, потому что я живу в Канаде. А так, другими нет. Ну, значит, вы предположите, что в поединке Паскаля и Бивола вы за своего друга борели? Я не смотрел вообще боли. Ну, вы не смотрели, но... Я и не болел, кстати. Если я за кого-то болел, я бы... Я даже в бой, когда был... В один же день же был Адони Стивенсен с Гвоздиком и Тайсон Фьюри с Валдером. Я два раза смотрел. Тяжелый вес смотрел, но там интереснее было посмотреть. Вам этот бой понравился? Ну, как сказать. Да, он, конечно, понравился. Он Тайсон Фьюри круто сделал. Тайсон Фьюри победил, по-вашему? Ну, я не буду сейчас смешиваться. Это не мое дело. Неблагодарное дело. Говорит, победил. Дали ничего, это значит не было. Но Тайсон Фьюри себя показал круто. У Сергея Ковалева бой в феврале с лидером Альваресом. Сейчас, на ваш взгляд, он как бы фаворит этого боя? Или уже у него время прошло? Не знаю. Посмотрим. Недолго осталось ждать. А у вас есть какие-нибудь личные чувства? Ведь все-таки переписка между вами была богатая. Никакой переписки у меня не было. Я его знаю со сборной. Он меня тоже знает со сборной, да? Да. Какой я человек, он знает. Какой он, я тоже знаю. То есть мы все наши качества знаем. Это не значит, что мы там какие-то титулы там, если выиграли в профессионалах, мы как личности меняемся. У меня это потенциальный соперник мне, да? Вот в моем весе. То есть всего лишь потенциальный соперник и все, больше ничего. Так, чтобы я его там днями и ночами видел во сне, нет такого, чтобы хотел побить его, знаете. А вот скажите, вот раньше, когда у него было три титула чемпиона мира, он говорил, давай организуем бой. Вот тогда это была реально ли какая-то возможность? Организовать бой? Да, с ним. Ну, это когда я уже ложился на операцию. Вот в это время мне, пожалуйста, не надо про бой говорить, знаете. Ну, это свои нюансы там были. То есть когда я мог боксировать в здравии, когда я был, такого предложения не было. Ну, получается, в неудачное время поступали предложения, если они были. Ну, да. Свои минусы, плюсы. А теперь он вам без титула не интересен? Не, ну, как сказать. Профессиональный бокс состоит из бокса и шоу, да? Шоу-бизнес, да? Это бизнес и бокса, можно так сказать. Если, конечно, интересные предложения есть, пожалуйста. Ну, и скажите, вы уже говорили, что вам зацепило поединок Юрий и Вайлдера. Может, еще какое-то событие в этом году? Ну, меня не зацепил он. Мне просто понравилось, что Tyson Fury после такого пробела он сумел вернуться в более приемлемый себе вес. там, переборол все, показал бокс. Человеком, у которого нет вообще поражения, во-первых, почти все нокаутами. Знаете? То есть он показал круто, мне кажется, что он сделал, что он сделал. Я его тоже лично знаю, я его знаю еще с 13-го года. Мы с ним один раз ужинали или обедали. То есть очень приятный человек, он хороший парень. А украинских боксеров знаете, которые сейчас чемпионеры? Конечно, мы же в сборной России. То есть в любителях, когда были, мы же там виделись, встречались. А не получалось боксировать с Гвоздиком, например? Да, я боксировал с Гвоздиком где-то на турнире. И насколько это там было удачно? Досрочно я выиграл этот бой. Я уже не помню в деталях, что было там, отказ секунданта или что было. Ну, я помню досрочно выиграл, я ему, по-моему, нос там сломал, что ли, что-то, я не помню. Ну, они после второго, что ли, отказались дальше боксировать. А кто, на ваш взгляд, сейчас является самым ярким боксером в современности? В современности? Там есть много боксеров. Много, много боксеров. Не хочу кого-то конкретно выделять. Много боксеров есть. Нет, много боксеров. Не буду выделять никого.